Субтитры делал DimaTorzok Идут они к четвертой проигранной встрече И по-прежнему ГГ случается, скажем так, слишком быстро С точки зрения, наверное, спушенных сторон Но вообще по игре все было довольно закономерно Решили немножко поэкспериментировать и попробовать поиграть с Виспом Гирокоптером Вообще, мне кажется, главная проблема, основная команды Гамбит в том, что они мало играют на ЛТВ Ну, позвали уже ЛТВ, так и играйте на него Ну, попробуйте 4 плюс 1 какое-то сделать А у него в итоге герой, который ничего не может сделать в принципе против соперника Но тут так и получается, в принципе, вынуждены на 4 плюс 1 Потому что с тем же лансером, допустим, иначе невозможно не играть Ты должен дождаться у него как минимум монты и диффузов в адекватной тайминге Чтобы можно было его привлекать к файтам, начинать И просто такого момента, по сути-то, и не настало в прошлой катке Когда он выформился и чувствовал себя действительно уверенно А команда играла без него, а как иначе-то получается Сейчас давай взглянем на драфты, которые прямо сейчас начинаются Потому что сейчас они, мне кажется, уже привносят коррективы в эту стратегию конкретно И будет игра все-таки не 4 плюс 1, а вот именно какая-то попытка командного взаимодействия 3 плюс 2 Ну да, да, почему бы и нет Все-таки Гирич, который сейчас у Гамбитов появился Я думаю, что это как раз уже оформленная линия для ЛТВ И, собственно, почему бы и нет Это выглядит как неплохая заявочка для того, чтобы подраться Все-таки, когда дело касается какого персонажа Тут не такой большой зависимостью Он обладает от предметов поначалу просто Много демэджа он за счет скиллов может нанести И за счет убийств, драк и того, что сносит с командой вышки Зарабатывать деньги себе на жизнь Ну да, здесь такая более командная игра Важно будет, конечно На самом деле смотрится Гирич довольно просто Вроде бы там пофармил Свиспом куда-то полетел, убил Но нужно действовать быстро, четко Не допускать каких-то промедлений Там постоянно вылазки делать При этом еще и не забывать про фарм Короче, вроде бы не самая сложная штука И даже в пабе многие могут повторить там на любом рейтинге Но, с другой стороны, на высоком уровне требуют некоторых таких вот мелочей Ну вот, например, Марс появляется И это уже большая проблема Потому что он просто одной ареной может Даже если у Гирича БКБ Вот Марс просто ставит на него арену И Гирич вынужден из этой арены выбегать Потому что он никого бить не может Потому что БКБ у тебя МКБ Рапира Две рапиры Шесть рапир Ты ничего не можешь сделать Потому что твои выстрелы из арены никак не вылетают Нет такой механики, способной победить это Тебе нужно самому выбираться А это время А время это Очень ценный ресурс в тимфайте Которого обычно нет Более того, сами Забирают Инчу себе И Белку Такие два прям Суппорта Очень грозно Ух ты, Сэн Кинг Ну, все понятно То есть пойдут куда-то Сэн Кинг Леон Сэн Кинг копает Гирич прилетает с Веспом Леон там продолжает стан В теории смотрится более-менее Более того Террор Блейда они просто стирают Леон подкапывает Иллюзии там все диспелят Сэн Кинг влетает Гирич расстреливает И Террор Блейд лопается Ну вот смотри Пока контроля много По сравнению с прошлой каткой Магического дэмэджа просто уйма И если смотреть на этот пик Они действительно расправляются С Террор Блейдом Они могут хорошо драться Уже начиная с появления Шестых левелов у всех Плюс-минус И единственное, чего пока Не хватает немножечко Этому драфту Это еще какого-нибудь Полукора На мидпозицию Сэми кэрри какой-нибудь Не знаю Темпларка может быть Может тот же самый Эмбер Спирит Такое что-то придумать То есть тот персонаж Который тоже в лейте Не потеряет своей актуальности И будет хоть немножечко За счет физы своей вывозить И все будет решено Потому что геррокоптеру Я думаю, что времени Фармить миллиард шлотов не будет И нужна будет поддержка В этом плане И они могут себе Это позволить в таком драфте Потому что Террор все-таки Уберлейд такой Если затянется игра Тоже будет против него трудновато И прям против него Игра пока выглядит построенной От комбит Разор тут банят Интересно, кстати Это как раз те герои Кунг это вообще спорный герой Сам по себе А Разор Хоть он и спорный герой Но здесь понятно Здесь один как бы Основной кэрри Который при этом еще Урон раздает по всем То есть каждая высосанная Единица урона У геррокоптера Это не минус один дэмэдж А как бы минус там Пять Если он по всем бьет То есть Статик линг становится Гораздо круче И это единственная цель Мы вот вчера видели Для игру В которой непонятно было На кого этот статик линг кидать Плюс здесь Разор мог бы выступить Как раз таки Ну то есть ТБ основной кэрри Марс там инициатор Белка урона наносит Инча А Разор просто садится На геррокоптер И все И стягает его плетью Так что Тут выглядело неплохо Посмотрим какой В итоге сделают выбор Что-то пока Непонятно Ну бана интересная Тоже от юник Зевса Убрали И Войд спирита Такие персонажи Очень активные И Стормспирит тоже Сейчас его не так часто видно Но персонаж очень крутой Именно с точки зрения Инициативы в файте Маг демеджа Который может выдать Вот реально хороший был Пример сейчас С морфом Которого могли пикнуть То есть это как раз Таки тот персонаж Которого можно поставить На мид Ларинов на нем Хорошо играет Суммарно Много на нем Каток скатал И это вот Кэри потенциал дополнительный Который в лейте Себе еще очень сильно Подсобит Так что Вот хотелось бы Что-то такого образа Как этот Морф придумать Хотя на самом деле Такой альтернативы Прямо жесткой ему нет Еще с другой стороны Не хватает такого Прям пожирнее персонажа Сэн Кинг Он все-таки При всех своих Плюсах Он не сказать Что супер живучий Но в принципе Его дело-то ворваться Эпицентр дать И на этом дело сделано Тем более Теперь Можно отменять Прямо так вообще Сочно Сделали это Потому что Как я вспомню Много лет Это же буквально Последние изменения В 10 лет Сколько эпицентров Пропало В никуда Да вообще Сколько недокастованных Сколько ошибок Сколько Как тяжело Вообще было оценить То есть у тебя Вот одна попытка Ты должен оценить ситуацию На 2 секунды вперед И дальше все Надо врываться Это очень сложно Бэтрайдер в итоге выбирают Типа еще один Ну вообще ТБ прям вешаться Можно Но Может быть Сейчас найдут Какого-то героя Который Ну вот жира не хватает Единственный минус Мне кажется Возможно это все Будет вывозиться За счет виспа То что он будет Гениально выхиливать Кто у Гамбиджера Не хватает Да мне кажется так Да не нормально Сенкин как правило Очень живучий персонаж Он старается себе Что-то собрать Наживучить Плюс силовик Гирокоптер под виспом Довольно жирно Сам висп тоже толстый И Бэт Как правило Там залетает Ну В общем Неплохой пик Сейчас последний Вот Кого против Бэта Ставить вообще в мид Какое решение Нужно что-то хорошее Прям разор Смотрелся Более-менее Много уже персонажей Не поставишь На самом-то деле Выбрали лишь Рака Леший Тавер демэдж плюс В принципе Особой нужды в этом Не было Учитывая наличие Террорблейда Который сам На хорошо с вышками Справляется Магия Магия мало А тут будет Прям очень много магии Мад Марса Магия как раз Дополнительная Нуждаются в этом Плюс-минус Против Бэтрайдера Стоит То есть не тот персонаж Который против него По КД будет сливаться Типа Эмбера Может быть Или Тепларка Которая могла бы Трудности испытывать Неплохо Ну видим Как сыграет Сейчас у комбит Поинтереснее Драфт смотрится То есть они Довольно много Новых для себя На этом турнире Конкретно персонажей Пикнули сейчас И как это все дело Распробуется Ларинов на Бэтрайдере Если честно Я не припомню Чтобы я видела этого раньше Возможно Просто не застал Такие катки Но мне интересно Будет посмотреть на его геймплей Всегда катки с Бэтрайдером Они какой-то особый Интересно вивают Единственная проблема Вот что Уже увидев этого Бэтрайдера Хотелось бы поменять себе Инчу Или Худвинг На какого-нибудь Другого персонажа На мотив Оракла То есть чуть-чуть побольше Сейва Потому что Моментов где тебя Цепляют много Очень много контролей Где тебя могут Подловить одного А кому-то прийти на подмогу В принципе и не получится Ноль шансов В этом отношении Коэффициенты Юник 1.06 Гамбит 7.9 Абсолютно неудивительно Удивительно только то Что они в принципе есть Джи Джи Бэт Все-таки и решились После первой карты Понятно что 1.0 Понятно что большое преимущество Понятно что Гамбит уже Восьмую карту Подряд Могут проиграть Это Антирекорд Такой своеобразный Там Так можно и Добейт Дорасти Сколько у них там было Восемнадцать подряд Или что-то Типа того Ну там у них опять Новая эра Надвигается Они на эфиры кикнули Там Там же все Поуходили Вообще Да Я честно говоря Вот честно Решафлы Мне абсолютно неинтересны В данный момент Потому что все Десять тысяч раз Пересоберется Интересные решафлы Будут в командах Которые на инт прошли Если там что-то изменится Вот это будет Да А в командах Которые на инт не прошли Да они могут шафлиться Сейчас бесконечно Все равно Все будет решаться После инта Потому что После инта Возможно Уйдут игроки С команд Которые на инт играли И все Пойдет по новой Вот в чем Главный такой Момент Важный А сейчас Это все Такое Детский сад Ну поэтому Неудивительно Что бейт Перестановки Какие Зато медий Качают Зато не в инактиве Бэтплея Бэтплея Пилят видосы Гостику там Помогает Гостик там Тоже пилит видосы Он Вчера Запилил видос Или не вчера На днях Что Почему Как там Почему клюв у меня Петушара он Или что-то подобное Самоироничный видос На тему того Что Петушару Взяли Вместо Него Ну Но он там На самом деле И сегодня Пост выкатал Очень Пока у нас Борьба за руну Ожесточенно идет Прямо 5 на 5 И все Он со спины зашел Но откидываться Пока ничем не планирует Ну и не получилось У него толком ничего Так что бескромно Эта драка заканчивается Белку тоже Не догонит Такое ощущение Хотя Есть шансы Но небольшие Не-не-не Не догонит Так и что там накатал Что там накатал Ну по поводу Своего будущего Как раз таки И он говорил о том Что очень сильно Хочет себя попробовать В роли тренера Что чувствует Что это его В принципе У нас что-то как-то Многовато За последнее время Кандидатов тренера Набралось Тех людей Которые желают Попробовать А кто Кто желает еще Слушай У нас там Пророчили судьбу Сейчас я тебя не вспомню Если честно Я просто за последнее Время Я говорю что Не читаю какие-то посты И очень многие люди Говорят о том Что интересно Роли тренера попробуют И в принципе Сейчас За этот сезон Конкретно Появились новые лица В том числе Тот же самый Что он будет Когда-то Хорошим тренером И он стал А про игроков Сейчас по именам Если честно Не вспомню Минус Минус По поле Немножко застряло В этом плане Я понял Ну вообще Тренеров Нам мне кажется Не хватает Именно качественных То есть Должно же быть как Чтобы по-хорошему Должны быть тренеров Чуть больше Чем команды Они должны постоянно Искать Ну кандидатов В тренера Вернее Чуть больше чем команд Должны постоянно Команды Вот искать Какой-то Какой-то Для себя Оптимальный вариант Потому что Ни для кого Ведь не секрет Что Крутые игроки Очень редко Становятся Крутыми тренерами В то время Как игроки Средненькие Ну вот например Как Гостик Он в принципе Средний игрок Такой Не сказать Что он там Супер топ Но из него Может получиться Гениальный тренер И большинство Гениальных тренеров Оно Не было Какими-то Выдающимися Игроками Если говорить про спорт Здесь я думаю Тоже такое Потому что Что Потому что Тренер Это немножко Другая тема Тренер это Немножко Другие качества Тебе нужны Взять того же Чаппи Да Ну я бы не сказал Что по его Качествам Он идеальный тренер Потому что Он сам говорил Что он там Ментально Нестабильный человек Интересная формулировка Кстати говоря Это цитата Если что Я понимаю Но просто Учитывая все мемы Которые вокруг него Ходят Шедоум летами Да Ну это правда Это правда Он говорит Что да Ему тяжело играть Но Для тренера Это тоже Не самая лучшая Характеристика Но есть вот такие Ребятки Которые там Как раз таки Себя еще могут Показать Так тут Афтерлайф у нас Что-то больно Как-то ему Ну выживает Не знаю Мое лично Непопулярное мнение Что тренеров У команды Которые вот Хочут нормально Построить какой-то состав Воспитать его Должно быть больше Чем один человек Потому что у нас Зачастую тренеры Они отвечают Либо за один какой-то аспект А за остальные нет Либо пытаются быть И шлицами И сами Там вот это вот все Одновременно Короче на себя Много обязанностей взять И в итоге Не во всем Одинаково талантливо Оказываются То есть кто-то по драфтам Кто-то по моральке Кто-то третий Там за тимбилдинг Скорее статсмены Мне кажется что можно было Там заниматься Личной формой игроков Как-то вот за этим Как это следить Можно было вот именно Статсмена Ой-ой-ой Смотри как красиво Снизу просто вообще Ой как жестко Это очень красиво Не добьют правда А у кого выбрался Да Его петушара Толкнул в сторону вышки Но не дотолкал А белка Еще сильнее Как бы притянула Своим бушвеком То есть они его просто Затолкали под тавер С помощью копья бушвека Это прям хорошая комбинация Ну и что И пока что все очень хорошо Потому что террорблейд Ну для юник конечно 14-4 А гирокоптер 8-2 И еще из него тут С виспом выбивают регены Им хорошо еще Что они в принципе Такая парочка Которая в регенах Меньше нуждается Потому что висп Может отрегенить Своего кора Но и мид при этом Лишрак очень хорошо начинает ФН тут У него 10 стиков И он в принципе Доминирует над бэтрайдером Да Бэтрайдер в этом плане Слаб как раз таки Против него Огромную силу имеют те Кто за счет стиков Могут хорошо подняться И вот ФН как раз таки Заряжает себе Дополнительные касты На халяву Благодаря стикам Сейчас я думаю Что он их уже Либо грейданул и везет Да Он уже их грейданул Уже везет себе остатки Грейджиной стики И будет постоянно При хпшке Постоянно при Наличие мана Для того чтобы Прокастоваться Какой-то в ответ Но с другой стороны Будет на нем Куча стаков Один неудачный шаг Бэтрайдер кидает лосо И он погибнет тоже Не-не-не Это так не работает В том плане Что стики Они Очень круто Помогают регинить Но если ты наполучал стаков И тебя бэтрайдер убивает То скорее всего Стики тебе уже не помогут Потому что 20 стиков Это буквально один тик Когда на тебе куча яда Поэтому да Здесь скорее стики Это Ну просто пополнять Все время ману И харасить бэтрайдера А если Он молодец Он молодец Так что его ситуация Это пока помогает Просто когда появится лосо Может случиться Вот неприятный момент Пока лосо нет Можно нормально стоять Так тут Слейра Хорошо Гирыча привязал Чтобы тот не догнал Берджем Не смог ничего сделать Хотя Гирыч все равно догнал Минус курьер Нет Не минус курьер Все таки просто белку забрали Но Несмотря на фраг на белке Что-то как-то Марс Просто свою линию Выигрывает В салат Я бы даже так сказал 11-3 Против 15-7 Разве это в салат? Да Но посмотрите на террорблейда 26 на 5 Вот как должно быть И при том что террорблейд В принципе уже готов Уходить в лес У него все есть И фармить там Но он еще стоит на линии А Гирыч Не особо хочет пока что Уходить с виспом в лес Просто потому что Икспы там маловато Мне кажется Они вывезут Да им стаки какие-то нужны Ой-ой Тут проблемы у Ларинова Могут быть Но Но белка Не дотянулась Айфан так просто Стан не выдаст Слишком быстрый Ларинов Вообще полноценно В лес Хотел бы ЛТВ Уходить Вот когда вот Аганимчик появится Тогда уж точно А этот Аганимчик Тысячу лет фармит До этого момента Он просто будет Постоянно всю ману Просаживать И придется рядом Постоянно Немешно находиться На поддержке И это плохо закончится В том числе и на экспе Как ты уже сказал Но пока ЛТВ Воспользовался ситуацией Пока белки не было рядом Подфармил крипчиков Хотя бы что-то там С этого поднял Да Ситуация относительно Террорблейда печальная Два раза по крипам Относительно него отстает Сейчас чекнем Кстати еще и Нетверсы По Нетверсам В принципе Не лучше Ой-ой-ой Тут еще хуже Да Тут вообще Караул Видимо они на регены Тратились Потому что у Гирыча Вообще 1700 Нетверс Это ужас А посмотри на Лешева 3000 Против 1900 бета Ну вот к слову О том что ты не видела Лариновы на Бетрайдере А вот ФН на Лешаке Мы видим Ну Видели И матчап Прям сильно в его пользу Получается Не думаю что Лешак Настолько сильнее Бетрайдера Но ФН здесь Прямо задушил ФН сам по себе Такой игрок Все таки Тоже тысячи лет Как в Доту играет И у него кто только Несигнатурный Из миндовых персонажей Пока Ларинов Кстати вот видим То что Разменивается с ФН Проигрывает несколько Этот размен Пытается Стики Напалм Не откидывается Чтобы выиграть Побольше времени Но видим то что Его тут уже Обходит кучу персонажей И надо будет Каким-то Очень Такими скользкими путями Выбираться И он выбрался Все таки смог Прилететь через скайграунд И оторваться от противника Сделать апаут Но Видимо то что Уже зубы показывать Начал Лешак Ну да Но он уже на базе И пока он вернется Там сейчас Крипов вышку убивает Это прям очень неприятно Потому что Он целую пачку пропускает Он еще сильнее Отвешивается А ЛТВ Попался Тут видим то что Мешан попытается ему помочь У Петушары Нет тумана Для того чтобы Продолжить Воевать И плюс у него Шестого Так и не появилось А теперь есть А теперь есть Потому что Мистер Леший Пришел И зажигает Веспа ФН Что-то вообще З доминировал Он в принципе За Арканами шел Но придя за Арканами Он еще очень быстро Здесь разобрался Ларинов тем временем Забирает НЧУ Но 2000 преимущество 3900 Лешак 3600 Террор Блейд И 200 Гирокоптер 2500 Бетраэдер Это И причем Самое неприятное Что Сэн Кинг Вынужден был куда-то отойти Он что-то там Формал Посмотри на треугольник Радиент Там Не то что не стаки Там Какое-то случилось Паскудство Там просто Сэн Кинг Откусил От большого спота И оставил там Маленького кентавра Тем самым Туда Гирокоптер придет И вообще без денег останется Ну как так можно Не доел спот Нельзя не доедать Да Это Жесть Причем он тут фармил Приходила Инча Вроде бы Инча ушла На мид там Что-то поделать А здесь действительно Этот кентаврик остался Можно еще Из большого компа Заформить этого Дракона большого И оставить маленьких Двух стоять А это точно Сэн Кинг сделал? Да-да-да Ну Сэн Кинг там был точно И он фармил Ну потому что Крипто битый Ну мне кажется Ну мне кажется что просто Это Инча Знаешь Законтролила Там ключ Она отвела Мне кажется что это Действительно было Поскутство Странный тибейт Оставлять недочищенный кэмп Это да И самое это Не прикольное В том что Там вообще стаки Должны быть Там О смотри Исправляет ситуацию Причем исправляет ситуацию Сама же Инча Зачем? Доела Зачем? Что он стакать будет Вражескому гирокоптеру Теперь Чтобы Ну типа Ситуация когда у гироча Все настолько плохо Что уже год Ой не год Прошу прощения Бигнум Глядя на это Он просто не может Не войти в положение И он сейчас будет стакать Вот этим вулем убийц Ну не будет на самом деле Потому что вулем Режет раньше Скорее всего он просто палит стаки Стаков нет И юники не понимают Наверняка На что вообще рассчитывают Здесь гамбит Без стаков Это к слову о том Что вот игра с гирокоптером Так сейчас Сейчас опасный момент Здесь гироча И все Гироч готов Он зря копье кинул Но не важно Не важно Копье в принципе нормально Приходит сюда ларинов Сейчас сожгут белку Скорее всего Да Белка погибает Это к вопросу о том Что вот взяли Веспа гирокоптера Ну а где вот Реализации нет Со стаками хотя бы Это стаки Это вообще базовые То есть это команда Которые Вот нави играли Там на отборочных Кенту Не сказать что у них Прямо этот гирокоптер Великолепно смотрелся Но стаки у них были В каждой игре Они им правда Боком вышли Но это хотя бы Потенциальная возможность Комбэкнуть Кстати говоря У юников стаки есть Или шах их забирают Ну там можно даже проходя мимо Можут его убить Отличный килл Без теперь разменов Без ненужных смертей В прошлый раз Как белку Разменяли на ЛТВ Месте с Веспом Теперь получилось Чисто отыграть Хорошая реализация Получилась Да Хотя рискованно было Это еще и лешак Немного ошибся Он худ нажал Уже когда умирал В самом конце Нажал бы изначально Возможно пожил подольше И сжег бы трайдера Бэтрайдер там сам был бы не рад Что он этого лешака Везет за собой Не может никак отпустить его Но Сильная ситуация Все это конечно не меняет Потому что 3500 гирыч 5300 тб Про тб вообще все забыли Он Делает все что хочет Где он вообще есть Кстати говоря А вон он на миде там гуляет Ну у него яша А у него чипит вест То есть Теперь крипы Сами об него умирают Так Гирыча закрыли Попытка Стрелокейта вынести Уносит Ну года здесь заберут Весь вернется Его тоже заберут Хотя год пока смог Скрыться за тавером И есть телепорт От Ларинова Но у Ларинова Нет ультимативной способности Нужна бы Еще плюс перетяжка Нет не будет Не будет Сами отошли Там крипов нету Под тавером Нечего делать особо И ЛТВ вернулся вместе С Эмершином все-таки На линию Отрекенились И решили продолжить бой Тоже там Кулдаун еще не скоро будет ЛТВ Но остальное прокаст имеется Куча стиков Это может дать заявку На неплохую драку С учетом того Что здесь собрались Такой большой толпой Хотелось бы что-то придумать Перемститься куда-то Все вместе Для кого выигрывается время Вот у меня вопрос Потому что Юники сейчас приходят Втроем они приходят вниз Стягивают четверых героев Гирч фармит Два других героя Сейчас вынуждены Просто куда-то бежать Только Сын Кинг Единственный персонаж Который фармит При этом У Юников Фармит и Терраблейд И Инча там что-то подфармливает Инча кстати сейчас умрет Или нет Не умрет Умрет Правда Фингер вынужден был Потратить И минус Сын Кинг Размен тоже нехороший Нехороший Мягко говоря нехороший И причем хочется отметить То что это время Юники отлично выигрывают У них АФК лес Сидит террор Ему вообще нет никакой причины Никуда вылезать Ничего делать Он просто бьет эти стаки Тоже которые там Найдшин как сам себе делает Потихонечку И все у него было хорошо Хотя кстати может Я сейчас накаркала Потому что у него нападает Ларинов Пытается его увезти Три стака стики Напалма Сандеры нету Но есть помощь Очень много помощи от команды И не дали в обиду Своего кэрри команды Юник Серия из трех убийств Достается Петушария С кем-то там Сандер с белкой По-моему использовал Спейс И прошел фармить А он вкачал Скилпоинт был значит Ну это знаешь Как бы какая разница Когда он там вообще не умирал Даже близко У него там оставалось Еще 50% хп Команда подтянулась 6700 Что они с этим тб будут делать дальше Это очень хороший вопрос При том что у Гирыча Кое-как там Он до 5000 вышел Но Сенкин Который постоянно фармит АФК Он имеет нетворс Даже ниже чем Марс Который постоянно напрягает Гирокоптера Лишрак вообще Уехал от Бэтрайдера Как бы в другой социальный Этот статус Поднялся по В другое сословие Боярин Лишрак И холоп Бэтрайдер Здесь получается Такой Ну Бэт очень тяжело Конечно Он еще и взял Сетра Вала Вместо Блинка Будет делать БКБ Вместо Блинка Интересный подход Кстати Не знаю даже Что делать Сейчас Гамбит Потому что У них была заявка На сноубольное начало Но в итоге Они проиграли Все три линии Причем очень сильно Проиграли Разница по Недерсу Была колоссальная И как теперь Из этого выбираться По хорошему Еще можно навязать драку Желательно напасть На одного Двух противника Как-то Из засечих Отдельно Желательно Как-то потрогать Попытаться террора Была одна попытка Первая за Тринадцать минут Это с тем Что нам на него Ларинов соло напал Причем соло Вообще ноль поддержки От команды Было в этом моменте Пытался Хотя попытка была Ганг Выход ТБ На подпуш Или шрак Находит Ну нет Ну нет Не убивайте его Оставьте в покое Нет Кажется Все ЛТВ погиб Помершен точно Еще и стрелой Своей ультимативный Слэйр Добивает противника И как итог Успешный Максимально Ганг от команды Юник Ларинов сюда Еще прилетел Ой-ой-ой Будет молиться Стоять Ой-ой-ой Драдусь Драдусь И еще И еще год Подходит сюда Ну Белка уже Нечем добавить На самом деле Белка круто сыграла Это был первый выход От команды Юник Первое подключение ТБ Потому что у него уже манта Он уже чувствует себя Реально сильным Они моментально сносят вышку Они еще забирают Здесь 3 фрага Преимущество уже 6000 Тем временем Нападение на Лешего Лешему нужна помощь Срочно Но нет Его просто стирают Здесь конечно ФН сыграл не лучшим образом ТБ Отличный рефлекшн Леона прибивают к дереву Гирокоптера станет Сенкин копает Очень много урона От Сеншторма Залетает Ой-ой-ой Как подставился там Леончик Его просто Пристрелила Белка Хотя она стреляла Вообще не в него Она стреляла в Гирыча И очередной размен 2 в 1 Опять плохо Вроде бы Лешак загулял Но смогли его разменять В плюс Юники Ну хотя бы Сенкин денег поднял Ему они нужны Он пытается до худа добраться Ему до худа еще немножечко Фармить надо Хоть немного Какую-то крепость Себе обретет А вот Петушара То что поставился Сейчас может быть Очень неприятно Для команды Юник Рядом есть Бигнум Он отзонил Отзонил немного Автолайфа самого Но Ларинов С дабл дэмэджем Идет и на Лассо Хватает Петушару Теперь тут народу Достаточно много И просто на загулах Ловят команду Юник Сейчас Гамбиты То есть Сами Юники делают ошибки Которые в принципе-то Ну пока они фатальные Но усложняют они себе Жизнь лишний раз Это симфония скиллов Здесь там Бэтрайдер без Файерфлая Везет в Лассо Петушар ничем не попадает Что он там вообще делал Но Это действительно Не особо влияет На общий ход игры Потому что Все еще 6 тысяч Все еще огромный Терраблэйд Который уже в два раза Больше гирокоптера И он еще обрастает Так Сенкинг у нас прыгает Инчу подцепили Но Бушвека Не дают Гирычу войти Ой-ой Мека уже потрачена Лешего попытка убить Но у него там Эссенш У него куча всего В итоге Гирыч выживает Инча погибает Копают Лешего Сеншторм Выходит из Сеншторма Пошел Сандер От Терраблэйда ФН до сих пор жив ФН до сих пор жив И еще и накидает Сейчас в арену Марса И получилось Забрать при этом Бэтрайдера И Гот тоже не выживет Автор Лайпа Я думаю Тут тоже найдут Он далеко уйти не сумел И вообще отправился Обратно в файд Видимо чтобы добить ФНа наконец-таки И до сих пор Это не получилось Но максимальный провал Вот этот все В ФНа Корабль В ФНа И так далее Но все равно Не вышло его Даже вот До риска смерти довести Потому что команда Все время была впереди Команда все время Была на сэве Она вечно контролировала Этот момент Неприятно Было достаточно близко В какой-то момент Но у него худ Который он успел поражать У него сэнш Он уже в принципе готов К тому что в каждой драке Его фукусят Поэтому да Поэтому здесь Неудачная атака 7 тысяч 10 тысяч нетворса У Террор Блейда И он заканчивает Потихоньку с каде Он уже фармит Вражеский лес В смысле на сколько Нагло действует Юник У них ТБ Вообще во вражеском лесу Сейчас фармил И сейчас еще и смок будет Кстати если это смок Атака получится А она может получиться У них есть блинк на Марсе Это в принципе все что нужно Толстый леший Форма на ТБ Если сейчас хорошо Смогут атаковать И спушить что-то еще Находит смок ганг соперника Здесь Леон Прыгает вперед Леон успевает подкопать Лешего начинают бить Лешрак Сын Кинга Успевают уничтожить Сюда же приходит у нас ЛТВ Петушара включает щит Впитывает весь урон И Спейс Очень хороший Сандер Спейс использует иллюзии Пытается просадить его ЛТВ Нет слишком много урона Три в три Тем не менее Но там забрали двух саппортов А здесь забрали Кэрри Хардлейнеры Да То есть суммарно По позициям не очень хорошо Гамбиты разменялись Но очевидно Тут поэтому партии Гораздо хуже Для Гамбит А так они Под деньгам Даже в небольшой плюс вышли Правда самая большая проблема То что на этом файте Совершенно не поднялся ЛТВ Он только потерял деньги Ему больше всего Они нужны сейчас Он очевидно Не дофармливает Он не догоняет Тиррор Блейда Ну никак И Сэн Кинг Только вот разве что За парочку Плесовых файтов Для себя Поднабрал Немножечко массы Но это только Его со дна Подняло Где-то на центр Таблицы Нетферсов Ну ограничено урон У Сэн Кинга И действительно Тиррор Блейд Сейчас дофармит Скади Он же ведь Будет контрить Тем самым веспа Когда он купит Скади А и так у него Все очень хорошо И Петушара Который в принципе Вот Петушаре Сейчас нужно максимально Да он делает Даже Блэдмейл Потому что Петушара ставит арену Гирыч Часть урона Уже выстреливает в арену И плюс ко всему Петушара в любой момент Может нажать на свой щит У него пока кстати Первого уровня И сейчас он будет его докачивать Это на самом деле Очень сильная штука Потому что он нажимает щит И Гирыч Там сколько 70 процентов Да 70 процентов Выстрелов Направляет в щит Марса Который Заходит в него Через вот этот вот Вот это понижение урона В итоге получается Что Марс впитывает Колоссальное количество Дэмэджа Который еще снижает Сам выживает Либо умирает Но впитав вообще Абсолютно все А его команда Разбирается с соперником Ну и на все это накладываем Так или иначе сейчас Есть возможность У Гамбит Поймать момент Пока нету метаморфозы У ТБ И подраться за счет этого У них скиллы откатываются Побыстрее По крайней мере Можно дождаться Эпицентра Сенткинга И с этим подраться Но пока Такое ощущение Что наоборот Гамбиты решили Воспользоваться затишким И пофармить немного Пока дают Но и фарм тоже опасный Такой достаточно Учитывая позицию ЛТВ и Мершина Но будут рассчитывать В случае чего На релокейт Видимо Хотя мы видим То, что покидают Эти позиции Вижен стоит В лесу У Гамбит Тройка просматривается И то, что здесь Находится ЛТВ Тоже прекрасно видно То есть информация Об этом имеется Страхуй Свою ставку Дарья И господа В чате Вот промокод На вашем экране GGBet Заходите на сайт Ну возможно Уже поздно Действительно Но кто знает Может быть Может быть Еще нет Все-таки Камбэк из Риэл Гирыч с рапирами Вытаскивал Не такое Помнишь Видосики Про Александра Юрьевича С рапирками Вот Я просто До начала Квалификации На Инт Постоянно слышала Кучу Даже не знаю Как назвать Это нытья Наверное Насчет того Что очень редко Катки камбэкаются В этом патче С этой экономикой То, что очень трудно Отыграть преимущество Если было отдано Ну существенное количество Хотя 8000 Которые имеются Сейчас Конечно Супер существенно Но просто Слишком много В ТБ лежит Но помню Все эти квалы Которые проходили Так что То, что можно вытащить Можно поверить Но то, что ЛТВ Сейчас будет умирать В это поверить Можно еще больше А че его так порвал Это вообще Его просто уничтожило Взорвался Взрывная прилетела Да Там еще Сейчас будут убивать Веспа Вернется на обратном Он релокейта нажал Просто разорвали тизер Не, он Нажал релокейт Возможно Возможно Даже бы тизер Не порвали Но Он где-то за секунду До релокейта Умер уже Гирыч Там настолько было Много урона И здесь Висп ничего не мог сделать Вообще Может быть разве что Пораньше нажать тизер И попробовать Мека и засейвить Но на самом деле Когда вот Настолько быстро Уже Гирыча убивают Это не должно происходить Все-таки Он должен быть Достаточно плотный Чтобы иметь возможность Спитать урон Ну а здесь Появляется Блэйдмейл У Марса Это реально интересная штука Потому что Гирыч свой урон Не контролирует Сэнкинг свой урон Не контролирует И ты просто И теперь можно Дальше наносить дэмэж Пытас Автолайф Опять врывается На перерез Байбэка Кидает Офицентр Делает его хорош И много дэмэджа Врывается По команде Юника Это минус 4 инста И можно забрать Еще и помимо этого Тераплейта Как минимум Его Ой не 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 Как тут плохо Получилось Беларенова Но все равно Получилось Законтролить И это минус Аегис И скорее всего Минус вторая жизнь Отбиться там уже Не за счет чего Это камбэк Это фантастика Но это действительно Камбэк Очень хорошо Все зашло Так я открою Даже файт рекорд Для того чтобы Успеть посмотреть 4500 урона От гирокоптера Которого никто Не смог зафокусить Билд бэтрайдера Сработал на уран Он несмотря на то Что забыл нажать БКБ Первый раз Все таки Нажал его постфактум И смог за счет этого Выжить И сейчас уже летит Пушит низ Пушивает мид Это реально Фул камбэк Это жестко Да хороший файт Это первый крутой файт Хотя он начался Не под диктовку Команды гамбит То есть ворвался Петушар Хорошо ворвался Хорошо разделил команду Ареной Но Получилось из этого Камбэкнуть В этот раз Зарешал выхил На мой взгляд От виспа Ну и в том числе То что успел Гирокоптер много раз Кнопки нажать И причем после этого Они там ДД нашли Когда уже ТБ убивали И за ним гнались Они дали хороший файт Показали то Что могут еще сопротивляться И надо как-то Вот закрепить Это преимущество Не знаю Надеюсь там наберутся Деньги на слоты А ЛТВ жизненный Нужно БКБ собрать Очень не хватает Его в этом файте Каждый раз Вот это было заметно Когда его В секунду ускисли И даже не успели Релокейт нажать И с БКБшкой Жизнь его станет полегче Хотя физы От террора уже много Впадает И помимо этого Все таки он уже собрал Суэскаде То есть для Виспа Тоже жизнь легче не станет И БКБшки Массированные Уже тут у нас Будут появляться Бэтрайдер купил А ЛТВ скоро купит И Сен Кинг Ну он будет на Пайпе гонять Пайпа тоже Кстати неплохой вариант Да Сен Кинг Нормально просто жир выходить Вот у него есть мантия У него там Пайп Он возьмет себе Какой-нибудь Лотус Еще либо Юл Будет очень долго жить Петушара как раз Тоже собирается Делать БКБ У Тирраблэда Вообще запак такой жесткий У него Драгон Лэнс Он уже готовился штурмовать Хайграунд Потому что Драгон Лэнс И Лук Довольно большой радиус атаки Был бы Но этого не произошло Потому что Аегис в итоге Они очень плохо разменяли Не разменяли вообще Слишком рано ломанулись Слишком агрессивно Подставились под жесткую комбинацию Это к слову о том Что в этой игре В отличии от прошлой Есть комбинация Которая все-таки может перевернуть В прошлой игре В камбэк не верил Здесь в принципе Сен Кинг и Леон Могут копнуть пятерых Так вот сейчас копают терраблэда Кстати его убьют Отлично Отлично Они нашли соло таргет Они реализовали Возможность Да здорово Ну и теперь можно Подпушить даже немного Я думаю на Т2 вышку Пойти ДД есть Прожат от ЛТВ Крипов надо только подтолкнуть Но они пока пытаются Найти еще новую цель себе Из ближайших Нету ничего Где-то там Ближе к топу у нас Сошивается Лишрак Вместе с Петушарой Хорошие цели Жирные Вот самое главное До них бы добраться И наверное Все-таки Леники Успеют в этом моменте Тэпауз сделать Едва ли они не подозревают Что на них сейчас идут Но они такое ощущение Что наоборот в засаде сидят Хотят кого-то наступление поймать Ну нет Тэпэшка нажимается Первое От Фэна И Петушара Я думаю надолго не останется Максимум Клипов подтолкает И уйдет Так Хочу посмотреть Кэфы И вам показать Не Не покажу Жаль Не покажу Хотя Тот самый момент Когда они так нужны Тот самый момент Когда оказалось бы Но там уже на завтрашний день Уже сегодня все На самом деле Тут ничего не ясно Тут еще и третья карта Вполне может быть Может быть Я никогда не верил так сильно В третью карту От команды Гамбит Как сейчас Это было бы круто Пока у них Проигрыш И тут сухую И в принципе Из того что я помню Едва ли у них Какие-то карты Если заходили за 30 минут То сильно заходили То есть мы там смотрели 26 минут катку 29 минут катку И частенько Это проходило Таком ключе Но потому что Рано ГГ писали Тут борьба появилась Как там по слотам Бакбашка дофармилась Да Теперь гирокоптер Будет делать себе Бабочку плюс сатаник Если дофармит Он будет чувствовать себя Замечательно Но пока он танковат Объективно 2000 хп Армор там Не миллиард Количество Очень опасная ситуация Для года Что он тут Дивардит Ну знают Оп Его привязала Ну надо продать А не Смотри-ка Не продают Афтерлайв Цепляется Еще релокейт Есть Сюда прилетит ЛТВ Месте с Иммершином И видим то Что Бигнуму Пока бросили позади Хотят Сему забрать Семыч Подставился Под контроль Там даже уже Афтерлайв соло Разберется И Бигнуму Можно так же добить Да 2 саппорта Но 2 халявных фрага По сути Рисовалось Для команды Гамбит Еще плюс Копилочку Комбета А чего Помер А он там вообще На топе был Точно там же Релокейт был Он с релокейта Вернулся Смогли разменять Да Ну здесь вообще Такая была Атака Какая-то Вылазка от Юник Даже не атакой Не назвать Потому что на самом деле Только 2 саппорта Пошли И даже атаковать И не собирались Просто очень сильно На контратаке Разорвали их Ну 2 в 1 По супортам Размена Это конечно Все минорно Ждем следующего Рошана Это будет важнейшая Битва Потому что именно На Рошане Все и решится Если Юники Хорошо подерутся Вообще Не так-то просто Им реально нужно Чтобы Марс Дофармил себе БКБ И тогда он сможет Отключать гирокоптера Даже Самое главное Не погибнуть Он прям по варду идет Его будут Искать Его находят Будет станчик От года еще сверху Успеет ли кто-то Подойти Идет сюда Как может Сент Кинг Но вдвоем Не хватит у них Дэмэджи с Петушаром Разобраться Мне кажется Ой ну ТП потрачено Вот это ошибка Вот это может стать Причиной его смерти Все-таки Да С Хексу жесткого Откатиться И под эпицентром Погибает Петушара БКБ его откладывается На очень неопределенный срок Ну вообще он никак не уходил После того как Сент Кинг сюда подошел Потому что если бы он Не нажал ТП И Сент Кинг бы Не тратил подкоп Искал его Там единственный шанс Как-то замансить В кустах Потом Блинкануться Но тоже это такой вариант Ненадежный В итоге Марс погибает Действительно Это уже Который подряд фраг Было преимущество Семь тысяч Становится преимущество Три тысячи Да там восемь было Но самое главное То что Отрыв у Гирокоптера Теперь по сравнению С Террорбейдом Не такой уж и Печальный То есть там Пол слота разницы буквально Да Террор до сих пор Плотный Очень дамажистый Но на него Находится управа Хотя БКБшка Может очень сильно зарешать Который у него Также появилась Только вот после Последних событий Она у него свежая 9-секундная И надо подраться За Рошана будет Время до него еще есть Полторы минуты Плюс какое-то Дополнительное время Мне кажется Что тут уже Без шансов Марсу успеть БКБ Дофармить Нивей Но По крайней мере Что-нибудь еще Плюс себе Террорблейд Успеть донести Хотя бы Кристаллис Допустим Вместо стиков Хотя Насколько стоят Эти стики Прикладывать на Кристаллис Мне кажется Что стоит Здесь ему все равно Фронлейном не играть особо Не стоит это делать Но Марс без БКБ Особо-то не потанкует Уже Многовато Макдэмэджа появилось Да Нужен БКБ обязательно Иначе Стирают его Слишком легко Неэффективен Блэдмейл Когда Ты каждому По чуть-чуть Возвращаешь Вообще По итогу Блэдмейл оказался Какой-то фигней На самом деле Идея вроде бы Крутая Но БКБшка Слишком нужна Просто выкинул деньги Черт знает куда А когда появится Сатаник у Гирача Ему на этот Блэдмейл Вообще плевать будет А Сатаник появится В этой игре Если Со следующим Рошаном Нормально все будет Ну скажем так Если его просто не отдадут Бесплатно Если за него будет Какая-то драка И будет разве Вы не должны отдавать По хорошему Хотя с другой стороны Зажаться на хайграунде Это тоже опция Для команды Юник У них есть много Чем поспамить С хайграунда По крипам И по героям Которую буду заходить Поэтому далеко не так просто С Саигисом будет зайти Можно будет что-то попробовать Там байбэков Просто ни у кого нету Там и террор закупается Под завязку И сейчас Лиша купил себе БКБ Тоже на все деньги Абсолютно И если драка Сейчас будет проиграна То понятное дело Никаких шансов На камбэк Конкретно в отношении Рошана не будет Ну и видим то Что уже прожат смок Юник обходит команду Габит И есть шанс напасть Отлично И Мершина Приквозили Убрали ЛТВ Просто прожимает БКБ Могут Но Автолайф решил не ливать Он решил этот центр поставать Он его отменяет конечно На кулдал он не поставил Но факт его смерти Это никак не отменит 92 секунды без него Это Рошан с нулевой Который достался Юник Печально Так все вот Хорошая заявочка была Но тот смок Оказался очень результативно А что у него такой Таймер А он байбэкался Да На прошлом файте Как раз таки Когда они вот Сналили файт Я что-то как-то не выкупил Этот момент В итоге Выкупил его сын Кинг И действительно Он слишком долго будет В таверне Он не сможет тряснуться К моменту появления Рошана Это кстати грубая ошибка Потому что он-то в принципе Мог уходить Изначально Вот этот вот вард Который поставила Белка Отступая Еще когда убивали Петушару В прошлый раз И который сейчас Очень круто сработал Потому что обычно Такие ганги Это не очень круто Ганг на свою же Т2 вышку Куда-то ты тратишь время При этом оказываешься В плохой позиции Но они выбили заряд БКБ Они убили Веспа И самое главное Они убили сын Кинга Сын Кингу кстати везет Но не везет Что Рошан появился И если это сейчас Контролят Бигнум А Бигнум должен Зайти на Рошана Петушару сейчас Можно забрать Но его просто Могут не заметить даже Да и вот И не думали там искать Он на вард Не зашел в Вижн что ли Его уже было видно на варде Или просто проигнорили Может быть идут За кем-то более ценным Они будут встречать их На хайграунде Отличное решение На самом-то деле Минус Сема И ну Петушар Все Делать ноги пока может Ладно Простили этого Рошана В итоге не зашли на него Не были готовы Просто спокойно уходят Петушара тоже отступает Белка Не будет ее 40 секунд Но мы понимаем Что скорее всего За эти 40 секунд Рошана Никто не заберет Ну это прям Очень интересная Конечно Игра получается Время есть Пока Фармится Продолжает Герокоптер Бабочка у него Уже появилась Сатаник На подходе Много еще достаточно Фармить до него Но Есть шанс Что и успеет Показать нам его В этой игре Помимо этого Террор Глейда Что из свеженького появилось Он отказался Отказался вовсе От идеи критов В принципе грамотно И вместо этого Решил собрать Макки Кенбар Для того чтобы Бороться с этой бабочкой И драка за Рошан Сейчас начнется Там еще и туника И бабочку и тунику пробить Вот у него у самого Такие артефакты были Не ну здесь Рошана Не должны отдавать У него конечно Треть кп остается Но должны сейчас Заходить иллюзии ТБ рефлекшн кастует Марс очень неплохую Арену ставит Ой как гирыч Он вообще никого Сейчас не будет бить Ему нужно срочно зайти Да он все таки заходит В арену Хоть какой то урон раздает Очень больно иммершн Умершн погибает Байбек иммершн Байбек Байбек Леона Сын Кинг влетает Очень хорошо Стирает энчантрас И света нет Но нет Все таки свет появляется А афтерлайф моментально Погибает Правда у спейса Практически нет хп А лтв отхилился И спейса нужно Сейчас забирать Подходит энча Глиммер успевает Дать спейсу Есть стики Он может просто Догореть от Ракетки Ну Такое получилось В итоге Рашат все таки Достался гамбитам Очень странное Лассо в итоге Вышло от Ларинова Он какое то время Подержал в себе ФНа Но в него не получилось Никакого демэжа нанести Потому что тут БКБ успел нажать То есть контроль он побыл Но дальше казалось Что за счет этого Можно было драку перевернуть Но слишком быстро Кончился ТБ Как только у него БКБшка Закончила свое действие С тех пор он стал Очень уязвим Магия душит Действительно Вот не хватает Того что есть На данный момент И даже есть смысл Мне кажется Пайпе все таки Даже сейчас Подумать команде Юник Ну как то усиляться Помог демэджу Потому что просто Жира не хватает И у террора Он в ближайшее время То и не появится Ему надо МКБшку дофармить Но он пока на байбэк держал И в принципе правильно делал Но даже если он сейчас Байбэк У него метаморфоза не будет Ну и заходить на хайграунд Прямо сейчас Гамбиты Я думаю не рискнут Можно зачистить Все эти два вышки Перевардить Аванпосты законтролить И вот это вот все сделать Как раз Настал момент И Но полный камбэк Совершился все таки По деньгам Более чем Да Аегис вообще сейчас Ситуация Ну на байбэках конечно Нужно понимать Что у Гамбиты Выиграли драку на байбэках Но так или иначе Они ее выиграли И теперь Эти станы лишака Конечно Это жесть какая-то И теперь У них есть Аегисыр Который можно Круто реализовать Но и для юник Не все потеряно Тут игра еще В самом разгаре Можно так сказать Да Они по прежнему Могут очень хорошо Отбиваться от хайграунда Самая большая проблема Для них Это метаморфоза Которая в кулдауне Периодически Террора находится И в этот момент Он точно не дееспособен В файте С тем дамажем Который у Гамбит есть И вот будет попытка Все таки Прямо сейчас Зайти на хайграунд Пока еще все свежо По байбекам ситуация В принципе неплохая Для команды юник То есть могут подраться Могут рискнуть где-то Но Тут проблема больше в том Что Ага Да Я перегнула Перегнула байбек Если только у Террора И у Белки Мне казалось то Что у ФН он тоже есть Но нет Не хватает Да сейчас будет Сейчас будет ФН Он буквально Вот пачку форманул И у него есть Петушара С БКБ Петушара с БКБ Террор Блейд Все таки Решил доедал Все таки не МКБ Все таки они хотят Сначала убивать быстро Всех остальных героев А Герыча уже оставлять На потом Нет Все таки Все таки МКБ Он никак не может Определиться Что он хочет То ли доедал Взял Демон Эдж Но надо брать Надо добирать Потому что Не вариант оставлять На байбек На Террор Блейде У которого и так форма На ТБ должен нажимать форму Наносить максимум урона Если тебя убивают Байбек тебе уже не поможет Поэтому надо брать В целом МКБ тоже неплохо Его по ДПС запустит Так что Шила на мыло Менять смысла нет По крайней мере сейчас Вот не хватает Сатаника ему очень сильно Сатаником он Покрепче бы смотрелся Смотрелся бы неплохо Определенно Хотя бы лайфстил какой-то был Потому что Герыч У него и Сатаник У него и Висп С сыром И Меккой Сзади Это большая проблема Как сейчас этого Герыча Обще пробивать Учитывая что у него Егис У Виспа сыра Его тоже нужно успеть Стереть иначе будет Очень плохо Позиция ужасная Для Дайер А они в ней не дерутся Они уходят И будут сейчас Опять обороняться Так Телепорт от Леона Но главное Сейчас ЛТВ Не подзагулять Немножечко На Релокейт надеются Ну понятное дело Виспа продадут Видимо изначально Был план действовать Релокейт Истисти сколько успеет Они собираются вернуться Есть пробитие Они сейчас собираются вернуться Потому что Бэтрайдер рядом Леона только нет Вернутся Да они возвращаются Ну фиг знает Давайте смотреть По-моему это ошибка Ставится арена Петушар уже практически погиб У Спейса проблема Он находится под лассо БКБ закончилось пока он был в лассо И его стирают С леса земли Байбэк то есть Но формы больше не будет Он не сможет отбиться ФНа контролят Он пытается убежать на базу У него это получится сделать Но это уже и минус две стороны Ладно это было хорошее решение Ты чувствуешь этот запах Запах первой победы Гамбит Запах Ну на самом деле Это не первая победа Гамбит на турнире Но после этой серии Да Это первая победа За долгое время Они должны прервать сейчас стрик Классно сыграли против Террор Блейда Здесь стоит поставить лайк Ларинову Потому что это именно его заслуга То что он смог вот так вот прыгнуть И унести И увести своих оппонентов Да кстати Только сейчас поняла У них все-таки была победа На самом первом матче этой лиги Они играли Ее же никто не помнит про это Да Ну слишком яркие поражения были Но отлично Отлично Здесь получилось закамбэчить На характере прямо так И довести эту игру до победного Вот тут действительно много Морально-волевых таких моментов было И очень плохой старт Просто из рук вон Все плохо было на линиях Арена Марс БКБ В итоге Леону удается забрать Сын Кинг очень много делает Еще со своим Сэнштормом Он очень живуч У него 25 регенов в секунду Взято пайп Каиэссэнш И он просто влетает Ставит этот песок Подкапывает Прям вообще И Аеги скончается Ну что ж Будут играть без двух сторон Юники Будут пытаться закамбэчить А что так можно что ли? Видимо да Что им нужно чтобы закамбэчить? Бодраться хорошо Некст Рошан Некст Рошана Мне кажется мы точно увидим Еще В этой катке Борьба за него будет До сих пор это будет опция Но слишком разваливаются Все таки Им нужен Лотус Либолинка на Террор Блейда Чтобы его Бэтрайдер не увозил Вот им не хватает А кто будет собирать? У Петушара денег нет Ну вот Белка Потихонечку Кстати говоря у Белки не так много Петушара купил себе этот Блэйдмейл И это супер ошибка оказалась Потому что он из-за этого затянулся БКБ У него позже появляется Алибарда У него Лотуса нет А нужен и Лотус Нужно и все что угодно Потому что Лотус на самом деле сильная штука Там ракету можно отразить И Лассо Не дать хотя бы вот В прошлой драке не дали бы Террор Блейда увезти Уже был бы очень большой плюс И то хлеб да А так его увозят И ему никак не помочь Нет никакого подсейва Ничего Последняя сторона Но раньше его не увозили И все равно убивали Справедливости ради Там ФН больше целью был Ну да И тем не менее Все равно Лотус нужен А кстати говоря Еще вот в моменте Когда он убегал Там в него ракета Была От ракеты бы он не умер Если бы он не сгорал От Бэтрайдера Так тут Вытолкнули очень далеко Вперед Виспу не дали увезти Стрела Кейта И сейчас гирокоптер Оказывается отрезан Он начинает биться Висп все таки Приконнекчивается К нему надо съедать сыр Съедается сыр Как же много урона Поглощает Висп Это просто жесть В итоге ЛТВ фуловый Ну это Это Браво Висп Браво сыр Байбэк от Террор Блейда Конечно Но ЛТВ тут Попробуй забери Нет все таки Должны выковырять его Террор опять без формы будет Но он здесь Не сможет толком урона нанести Пытается автолайфу пробивать Сандер нажал И ФН будет уже на передовой действовать Скоро закончится У года Его Неуязвимости Все Ну что ж Размен на самом деле Был все таки ЛТВ там долго придержался Действительно Висп успел помочь Сыр съел ФН кстати Ой-ой-ой-ой Как же Ларинов душит Ларинов реально Супер жестко душит Ну здесь полную дичь Сделал Спейс Это Нужно вносить Во все учебники Как знаешь Вот пример Как надо делать И как не надо делать Он байбэкается На Террор Блейде После чего Он дает Сандер В своего Лешрака Чтобы типа его спасти Хотя Лешрак стоит на базе А Террор Блейд Стоит перед базой И при всем при этом Лешрака от байбэк есть А у Террор Блейда нет Короче это Жесткая ошибка была Но я бы Сконцентрировался все-таки На очень сильном герое Виспе Который с Айен Диском Успел приконнектиться К Гирычу Дал ему сыр Потом еще Гирыч нажал Сатаник В итоге они урона влили Бешеное количество В Гирокоптера А забрать его Смогли только после байбэка Да, по сути Его фокусил все это время На Террор И от него Террор и погиб То есть ПВП получилось неудачным Но просто Большинство действий Гамбит в этом плане Хил хорошо решает И видим то что не хватает Мощи Скади Как антихила Против того что Выдает этот Висп И Не держит просто Пока у нас позиция Совершенно юник И если честно Теперь уже такое ощущение Что третья карта Это вопрос времени У них ничего не хватает Ни демеджа Ни выживаемости Хотя вот Ты шаг смотришь На него 3000 хп И он диск БКБ Все есть Но не хватает Его уже демеджа Для того чтобы пробивать противника Им нужна шива Чтобы срезать еще хил Им нужен нулифайр Чтобы виспа забирать Короче им много нужно вещей А у них ничего нет Ну кстати Минотавр Горн Это для того же ТБ Наверное отдадут Или может быть Марс возьмется Марс берет себе Плюс 20 сила Не ну в теории Все еще возможно Но это прям Очень тяжело Очень Смок Так но Рошан Да кстати тоже на подходе Через 30 секунд будет И такое ощущение Что сейчас могут Гамбит С одинаковым успехом Пойти и на Рошана И забирать трон Если сейчас выиграют драку Они хотят драки Они в смоках подбираются Да 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 Бэтрайдер пошел Нужно прыгать Прыгает Успевает схватить Очень здорово Терроблейда Гирокоптер Пробивают В итоге ТБ Ничего не успевает Нажать Это Дамы и господа Гудгейм Очень хорошая игра От Ларинова Ну действительно Очень крутой Камбэк Свершили Гамбит Настолько все плохо Было в начале Настолько был сильный Недофарм уже просто Со стадии лейнинга И так много Каких-то фидов Ошибок Пвп Которые заканчивались Постоянно Выигрышем Со стороны команды Юник И одна драка Буквально Решила все Что здесь происходило Одна драка У Рошана И этот Рошан За которого Гамбит боролись За счет этого Смогли вытащить катку Но эта карта Богата на много Хайлайтов Ребят Обсудить эту карту Можно на Доту Твору А статистику Всего того Что успели Здесь наделать Юника Гамбит На Сиберспорте Очень хорошая игра Классная Не зря все-таки Гамбит Здесь Сегодня Запустили Доту И показывают Очень-очень Крутой перформанс Вот прям Радоваться за них Хочется По сравнению С предыдущими днями Не зря Открыли Дотан Сегодня Это точно Молодцы Показали хорошую игру Не самая простая Была карта И действительно Были Сложные моменты Но смогли Юник наказать По сути дела За один единственный Выпад Вот тот самый выпад Когда На тройке Радиант Юник пошли вперед Их там развернули И после этого Юник уже Инициативу В игре Никогда и не получили Хорошие попытки Были под конец Реально крутые Но там уже Не хватало Банально вещей У Виспа Появилось слишком много У Гирча слишком много ТБ не хватало Вот такая получилась Вторая карта 1-1 Мы уходим на паузу И к третьей игре вернемся Спасибо